Когда чужие дети становятся родными. Четыре года назад дьякон Вячеслав Чегликов из Курского района взял в свою семью троих детей. Илья, Кристина и Владислав лишились матери и оказались в приюте. Сегодня у них дружная и крепкая семья. Четыре года назад дьякон Вячеслав Чегликов стал отцом, многодетным. Причем произошло все в одночасье. Илья, Кристина и Владик, которые потеряли маму, оказались в приюте. Вячеслав их дальний родственник. Он не мог наблюдать за тем, как рушится жизнь детей. Я не скажу это чужие дети. Я скажу это мои дети. Потому что нет развлечений, наверное, и вот это слово чужие, оно как-то не совпадает с христианским мировоззрением. Потому что все мы в той или иной степени как бы родственники. Вячеслав навещал детей по выходным. Их встречи стали для ребят отдушиной. Время между свиданиями скрашивали телефонные звонки. Радостно было. Каждый раз свалили друг к другу. Компет уже сформировали. О чем разговаривали? Что компет? Ну как дела, когда приедет. Вячеслав оформил опекунство на детей. Семья у них появилась пока только формально. А фактически до настоящего сплочения было еще далеко. Все, конечно, строится на любви. Вначале я немножко не понимал. Но хотелось что-то такого из ряда вон, чтобы дети были самые лучшие, самые-то всеуспевающие. Но пришлось, конечно, немножко спуститься на землю. Терпение и любовь. Как со стороны новоиспеченного папы, так и со стороны детей. Уверенными шагами решили цели. Создание крепкой семьи. Потихоньку начинали привыкать друг к другу. Сначала называли это дядя Слава, потом уже привыкли папу называть. Добрый такой. Постоянно заводится о нас. Мы его все люди. Свою досемейную жизнь Владик вспоминает с неохотой. Не любил есть овсянку и мультиков. Довольно смотреться не удавалось. Ужасно. Не надо вспоминать. Ужасно. Мне нравилось. Они всегда вместе. Делят поров на успехи и нерядицы. Эта семья доказала. Чужих проблем и чужих детей не бывает. А дальние родственники могут стать самыми близкими людьми. Юлия Комкина, Максим Леонов, Телеканал СЕЙМ.